Два года назад Поль Погба стал самым дорогим футболистом в истории МЮ заплатил за него 105 миллионов евро И видел в его лице лидера команды на годы вперед Однако этот сезон француз провел ужасно Он зазвездился, не хотел отрабатывать в обороне Поссорился с Жезе И проиграл конкуренцию за место в основе молодому Мактоминею Так что уже появились разговоры о том, что Погба может подкинуть команду Да уж, совсем не такого ждали от, как многие были уверены, будущего обладателя золотого мяча А кто еще мечтает вычеркнуть прошедший футбольный год из своей карьеры? Это еще один мой традиционный выпуск 10 худших футболистов сезона 17-18 Разумеется, из числа звезд Поехали! Десятый, Джо Харт Мы-то думали, что в карьере кипера не может быть ничего хуже ухода из Манчестер-Сити Но этот год стал абсолютным провалом для вратаря Летом он вернулся в АПЛ, в Вестхем Но через игру совершал непонятные ошибки и просчеты Как результат, потерянное место в основе и всего лишь 3 сухих матча за сезон И вообще, посмотрите на статистику Харт умудрялся пропускать больше голов, чем было создано явных голевых моментов у его ворот Это же какой-то анти-де-хеа получается Как результат, Вестхем не захотел выкупать у Сити кипера А спад Харта не смог игнорировать даже Гаррет Саутгейт Не включивший Джо в заявку на чемпионат мира Хотя тот и провел почти всю отборочную кампанию Но сейчас даже Батленд, Пикфорд и Поп заметно круче К провалившимся вратарям, кстати, еще можно добавить и Петра Чеха Но Джо ложал побольше Девятые два игрока с постсоветского пространства Генрих Бхитарян и Андрей Ермоленко Конечно, у каждого есть объяснение У Арменина конфликт с Муриндию и смена клуба У украинца травма Но это не отменяет того, что оба провели свои худшие сезоны в карьере Да и их новые клубы, в которые они покупались в качестве лидеров Полностью провалились Андрей ударно начал, но его хватило лишь на пару месяцев Потом он постепенно стал все чаще оказываться в запасе Вскоре получил травму, после которой по-хорошему заиграть так и не смог И теперь Боруссия уже готова продать украинца Не сказать, что Андрей прям провалился Но в Германии от него требовался прогресс А он оказался не способен выйти на новый уровень И теперь, кажется, уже не станет европейской суперзвездой Да и вообще европейской звездой А вот Генрих вообще потерялся в футболе Муриньо Но и в Арсенале лидером команды пока не стал Его игра очень далека от той, что он показывал в Шахтере и Боруссии Поэтому Мхитарян и попал в сборную разочарования сезона АПЛ Хотя я лично очень надеюсь, что полузащитник еще покажет, насколько он крут Восьмая строчка Жерар де Олафео Летом после ухода Неймара Барселоне было необходимо закрыть дыру на фланге И шанс дали воспитаннику клуба, который неплохо себя проявил в Милане и Эвертоне С самим-то не было смешно Уже после первых матчей всем стало ясно Испанец вообще не уровень Барселоны У него на поле не получалось ничего Он был самым слабым звеном и партнеры просто боялись ему давать передачу Как итог, зимой игрока отдали в аренду в Уотфорд Но и там за полгода он сыграл только 7 неполных матчей И Барса теперь вообще не понимает, что с ним делать Парни, ну если вы так любите рисковать, возьмите Димку Камбарова А что, вдруг заиграет? Риск, риск, ну попробуйте Седьмое место И тут сразу двое из Челси Тимуе Бакайоко и Давид Луис За первый клуб заплатил 40 миллионов евро И понятно почему В прошлом сезоне он вместе с Монако разносил вообще всех в чемпионате Франции И даже в Лиге чемпионов И по планам Конте должен был создать с партнером по сборной Канте железобетонную стену в опорте Но вместо этого получился проходной двор Француз оказался очень ленивым, что для опорника недопустимо Посмотрите, у него количество предпринятых отборов намного ниже, чем не только у Канте Но и у других совсем не звездных опорников Ваньяма, Эмриджана, Муя Да даже у ветерана Сеско Фабрикаса Статистика по предпринятым попыткам отбора мяча лучше Хотя он скорее атакующий игру Поэтому Бакаяко по многим опросам Худший футболист сезона в АПЛ Но менять его Конте было просто неким Ну а для Луиза это и вовсе оказался худший год в карьере Ссора с Антонио Конте и куча ошибок в обороне Привели к тому, что когда-то самый дорогой защитник в истории С февраля вообще не выходил на поле Зато много отдыхал и даже открыл в Лондоне свой ресторан Как результат, Луиза даже не взяли на чемпионат мира Как, кстати, и Бакаяко Шестая строчка Лукас Моура Прошлый сезон стал для бразильца самым результативным в карьере Он был одним из лидеров ПСЖ И никто не мог предположить, что в этом Парень перестанет даже попадать в состав Понятно, купили Мбаппе и Неймара Конкуренция заметно возросла Но оказавшись на банке, Моура вообще не захотел бороться за место в основе Набрал лишний вес и винил во всем клуб Заявляя, что несчастлив Окей Зимой руку помощи Вингеру протянул Тоттенхем Выкупивший футболиста за 28 миллионов евро Однако и тут Лукас лишь отдаленно напоминал самого себя времен 2016 И сыграл лишь 6 неполных матчей за сезон Как результат, также не попадание даже в расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира И теперь вообще непонятно, сможет ли он хоть как-то оживить свою карьеру Пятый Юльфи Сигурдсан И вообще практически все летние трансферы Эвертона Который впустую потратил на них рекордные 203 миллиона евро В итоге выступив хуже, чем в прошлом сезоне Особенно плохи были Классен и Сигурдсан Исландец летом перешел почти за 50 миллионов евро И тогда многие считали это оправданной тратой Ведь в Суансе Юльфи был настоящим лидером Им интересовались Гранды И казалось, он сможет стать мировой суперзвездой Однако вместо этого полузащитник показал регресс Он стал заметно хуже в созидании Реже бить, реже отдавать ключевые передачи Да и вообще стал меньше пасоваться Как результат и полный провал по результативным действиям Неудачный сезон стал совсем фатальным в марте Когда игрок получил серьезную травму И теперь рискует из-за нее пропустить чемпионат мира Короче, лучше забыть все, что было в последние месяцы Четвертый, Алексис Санчес Самовлюбленный чилиец сначала всех взбесил в арсенале Да так, что многие футболисты пушкарей стали заявлять в прессе Что игроки, которые не хотят играть за клуб Должны его покинуть, чтобы не портить атмосферу Трансфера Алексис добился Но выбрал не атакующий Мансити Гвардиолы А обороняющийся МЮ Мауриньо Предложивший большую зарплату В новой команде Алексис стал инородным телом Ни с тем не общался и обедал в одиночку А еще долго вообще не забивал Потому что нечего было филонить в арсенале Ты что думал, будешь полгода страдать фигней А потом включишься и все снова заработает на 100% Нет, такого не бывает Как итог, худший по результативности сезон за последние 5 лет И вообще один из худших в карьере Потому что параллельно осенью Растренированный Санчес ужасно играл за команду Чили И теперь тоже не поедет на чемпионат мира Просто потому, что его сборная туда неожиданно не отобралась А третий Альваро Марата В реале испанец показывал очень классный футбол И многие, включая в первую очередь самого Альваро Недоумевали, почему ему дают так мало игрового времени Ведь он иногда смотрелся лучше Роналду Так что испанец захотел уйти из клуба Ему не стали перечить и продали в Челси Марата стал самой дорогой покупкой в истории синих И одной из самых провальных Неплохо начал Но потом с такой периодичностью запарывал верные моменты Что даже Конте не выдержал и усадил форварда в запас Челси реально в этом году было просто некому забивать мячи А в конце сезона оказалось, что даже старичок Жеру на острие Гораздо полезнее распиаренного молодого испанца Да, ему немного помешали травмы Но просто пересмотрите игры Челси Сколько же моментов он запорол, включая выходы один на один А теперь снова заявляет, что недоволен своим положением И хочет уйти в Ювентус Ну что, удачи! Вторая позиция Андре Силва из Милана Вообще сюда можно добавить почти весь состав Россонери Всю их грандиозную, провальную трансферную компанию Однако Сильва это особенный экземпляр За 22-летнего португальца Милан летом выложил почти 40 миллионов евро Его называли вторым Криштиану Роналду А сам Криш говорил, что не беспокоится о своем уходе из национальной сборной Так как у нее есть Андре Походу надо беспокоиться, бро В Милане футболист получил хорошую зарплату и превратился в Антона Заболотного Хотя я думаю, даже Тока сыграл бы получше От португальца минимум пользы Всего два гола за сезон в серии А Ноль голевых передач и постоянные потери мяча Так что теперь Россонери мечтают продать нападающего И чем раньше, тем лучше Ну а зато вот он на чемпионат мира поехал Вместо Эдера Прикиньте, какой сложный выбор был у тренера сборной Эдер или Андре Силва? Хммм И первое место Усман Дембеле Летом 20-летний француз перешел в Барселону больше чем за 100 миллионов евро Став одним из самых дорогих футболистов в истории Многие уже тогда говорили, что игрок талантливый, но за него явно переплатили И да, за него еще как переплатили Первую половину сезона Дембеле пропустил из-за травмы И забил свой первый гол за синегранатовых только в марте этого года Каждый раз, когда он выходил на поле, казалось Ну вот, еще немного и он адаптируется Начнет приносить пользу, станет важным звеном команды Ни-фи-га Усман просто невероятно регрессировал Стал в два раза меньше идти в обводку Но при этом в два раза больше терять мяч А еще перестал отрабатывать в защите В итоге даже в Барсе все потеряли веру в игрока Готовы от него избавиться уже этим летом и купить Гризмана А с приходом Антуана места для Усмана на поле вообще не будет Худший трансфер в истории футбола? Ну, посмотрим еще за сколько его продадут, да? Ну и бонус Худший игрок РФПЛ Денис Глушаков Прошлый сезон стал для Дэна лучшим в карьере А нынешний стал худшим В начале Спартаковец долго бодался с клубом по условиям нового контракта Его голова была занята не тем, а потом он невероятно сдал Провел несколько просто ужасных игр А вишенкой на торте стал полуфинальный матч Кубка России с Тосно В котором Дэн сначала не реализовал выход один на один А потом еще и не забил решающий пенальти в послематчевой серии Как итог, Станислав Черчесов не включил Дениса в предварительный состав на домашний чемпионат мира Хотя наигрывал футболиста во всех контрольных матчах Провал Поскорее бы забыть этот сезон Друзья, огромное вам спасибо, что вы на моем новом канале смотрите топы Даже без названия топ Почти в таком же большом количестве, как это было на спорте Для меня это ну очень важно И расскажите друзьям о том, где теперь смотреть старые любимые рейтинги Ну и подписывайтесь, если этого еще не сделали А заодно напишите в комментариях, кто по-вашему худший игрок сезона из числа звезд Прошлый выпуск про лучших футболистов года смотрите здесь А выпуск, где я подвел итоги работы на спорте, увидите вот тут Ну и гляньте наш с Васантом изи-челлендж, мы там сыграли в футбол Саня Журавлев, Мяч Продакшн, пока